По результатам опроса, треть жителей Эстонии при потере регулярного дохода смогла бы поддерживать привычный образ жизни в течение лишь одного месяца, а 6% населения вообще не имеют никаких накоплений. Новый год – это и прекрасный повод начинать контролировать свой бюджет и откладывать деньги. Как это сделать, обсудим с автором блога «Начинающий инвестор». У нас в гостях Петра Хольм. Доброе утро. Доброе утро. Ну, вы действительно ведете блог «Начинающий инвестор». О чем вы там пишете? То есть, в принципе, это какие-то бытовые вопросы, лайфхаки, как правильно вести бюджет, распределять деньги, финансовые потоки или там речь идет все-таки уже об инвестиции? Бюджет, необходимость его введения – это первый шаг к инвестированию. По крайней мере, так решила я, когда передо мной стала задача, что мне необходимо взять откуда-то деньги, чтобы их инвестировать. Блог называется «Начинающий инвестор» именно потому, что это я, я начинающий инвестор. И я описываю свой путь, который в том числе включает вот это вот введение бюджета. Ну, хорошо. Как это делается? Статья о доходах, расходах. Что лучше использовать? Экселевский файл? Можно использовать экселевский файл. Кому-то больше подходит мобильное приложение. Я начала с того, что… В блокнот от руки, да, записывать? Вот как угодно на самом деле. Я слышала, что люди начинают посмеиваться и говорить, что «ха-ха-ха, человек пишет от руки свои доходы и расходы». Ну, так в современном мире никто не сделает. Вот что вы скажете на это? Ну, я знаю людей, которые вполне эффективно записывают свой бюджет в тетрадки десятилетиями и справляются прекрасно. Мне действительно более подходил бы электронный формат, потому что он позволяет автоматически подсчитывать суммы. Чтобы все-таки не сидеть с калькулятором, это занимает гораздо меньше времени. А что касается банковских приложений вроде «Раха Планерия», они довольно удобны или как? Я не могу прокомментировать, потому что я никогда их не использовала. Вот я тоже не использовал, хотел узнать. Вот на Фейсбуке есть целая группа, огромная группа, которая делится лайфхаками по поводу того, как они ведут бюджет с помощью приложения «Светбанк». Я там и состоял. Записали мы все свои расходы, все свои доходы, сопоставили, видим, что дебет-кредит не сходится. Что делать? Как вычислить те самые статьи расходов, которые можно было бы урезать? Когда я начинала, я записала сначала все свои расходы, не пытаясь ничего урезать, потому что мне нужно было понять точку отчета, откуда я начинаю. И затем я посмотрела, какие статьи расходов я могу действительно сократить, а какие неизменны. То есть постоянные статьи расходов я оставила как есть, а после трех месяцев наблюдения я решила, что сокращу бюджет из каждой категории на 20%. И так я делала в течение трех месяцев. Потому что с каждым шагом я понимала, что, скорее всего, я могу экономить больше, или точнее тратить меньше. Но мне хотелось отмечать галочку достижений. Я хотела достичь большего, чем у меня написано в таблице. То есть мне хотелось экономить, но похлопать себя по плечу и сказать, что я молодец, мне удалось еще лучше, чем я запланировала. А как поменялось ваше восприятие вообще своего бюджета, своих финансов, когда вы стали вести вот такой вот дневник бюджета? Были ли какие-то открытия? Вы думали, например, что эта статья расходов у вас маленькая, она оказалась большой. Было очень много открытий. Я была очень удивлена, когда я выяснила, что трачу больше полутора тысяч в месяц только на себя, совершенно непонятно на что. Я поняла, что совершенно объективно мне столько тратить не надо, у меня не столько расходов, поэтому мне было легко их сокращать. А вот на себя это что за статья расходов? На себя это одежда? А это все. Я в то время жила совершенно самостоятельно. Вот все, что я потратила, это все исключительно на себя, потому что у меня нет детей, у меня нет других людей, которых я содержу на данном этапе. Поэтому все, что я тратила, весь мой бюджет, это все мое. Мне в этом плане гораздо проще. Я думаю, что людям с семьями, где несколько доходов и гораздо больше расходов, может быть, и людей, которых расходуют, может быть, сложнее. Но для меня самым большим открытием было чувство свободы, которое я получила от этого странного ограничения. Потому что так мало удается в жизни контролировать, а мне очень нравится все контролировать. Я понимаю, что я не могу лезть в чужую жизнь, хотя бы свою мне удается с помощью бюджета контролировать таким образом, что я этих ограничений не чувствую. Опрос, проведенный исследовательской фирмы СКДС по заказу ErgoKindlestus, показал, что среди всех жителей стран Балтии наибольшую материальную нужду отмечают именно жители Эстонии. 34% респондентов считают среди жителей нашей страны, что не имеют достаточного дохода. В Латвии этот показатель составил 31%, в Литве 20%. То есть получается, что треть жителей Эстонии просто зарабатывают настолько мало, что не видят ни малейшей возможности что-то откладывать, что-то копить. Что вы на это скажете? Или тратят много, потому что если мы посмотрим статистику, которая говорит об уровне зарплат в этих странах... В Эстонии самая высокая. В Эстонии самая высокая. И вот здесь какой-то когнитивный диссонанс возникает. Мне кажется, возможно, в Эстонии мы лучше всего ощущаем, благодаря своему достатку, как многого нам еще невозможно себе позволить. Но, например, у меня личного такого опыта нет, когда мне приходилось откладывать, имея очень низкие заработки, то есть, например, значительно ниже среднего или на уровне совсем начального. Минимальный. Минимальный, спасибо. Ну, например, Катарина Хольм, с которой мы вместе занимаемся клубом инвесторов, много раз рассказывала о том, как она начинала инвестировать, откладывая по 10 крон от своей зарплаты, которой не хватало, в общем-то, ни на что. Это не то чтобы очень распространенный пример, но при желании можно делать даже такое. Ну, отдельная тема – это кредиты и рассрочки. Для многих людей это единственная возможность позволить себе дорогую вещь. Но в конечном итоге мы переплачиваем и довольно существенно, благодаря тем процентам, что накручивает продавец или банк. Как вы к этому относитесь и что можете посоветовать? Я стараюсь избегать потребительских кредитов, которые влекут за собой большие проценты. Далеко не все, кстати, вещи можно покупать или нужно покупать с процентом. Их можно купить в рассрочку, но беспроцентную. Так, например, я выплачиваю свой компьютер уже два года, и мне еще один предстоит. А как так получается? Обычно всегда продавец свои проценты берет. Компании предлагают такие вещи. В моем случае, например, это компьютер, я купила его через телефонную компанию. Для них важнее получить меня как клиента, нежели чем заработать на продаже. А, ну вы привязываетесь тогда на несколько лет к определенному оператору. Учитывая, что это компьютер, мне трудно представить, как они меня привязывают. Ну да, наверняка номер, который ассоциируется с моим компьютером, честно говоря, я не вникала. Главное, что я получила свой макбук за нормальную сумму денег, и я не плачу проценты. Просто внимательно изучайте предложения, которые вам делают. А в целом, что можно сказать о потребительских кредитах? Насколько их нужно избегать? Есть ли какой-то минимум или максимум, на который можно ориентироваться? Возможности, разумеется, стоит избегать. Потому что даже самые успешные инвестиции будут приносить, допустим, 10% в год. В то время как мы зачастую за кредиты платим 18, 25 и больше процентов в год. То есть даже если не погашать кредиты, а при этом инвестировать, то ты не покроешь тех денег, которые ты тратишь на собственное содержание. Я бы, если бы у меня были потребительские кредиты сейчас, с процентами, старалась бы тем не менее откладывать, потому что случись что, мне опять придется влезать в этот кредит. Я не смогу себе починить холодильник или купить новую стиральную машинку. Поэтому любые свободные деньги, что у меня были бы на эти нужды, я бы разделяла на две части. Часть накопления и часть для погашения кредита. Автор блога «Начинающий инвестор» Петра Хольм была у нас в гостях. Спасибо большое. Продолжение следует...